привет с вами валентин и сегодня к сожалению мы не поговорим про керхер зачем я сделал этот выпуск на самом деле сделал как обычно дать вам какой-то совет просто теперь он будет не про керхер потому что из возможности показать керхер у меня сейчас есть только надпись на рюкзаке я не знаю когда будет следующий выпуск и будет ли он вообще так как я в основном снимал все свои выпуски в магазине который находится в городе гастомель если вы вдруг не в курсе то это там где стоял самый большой самолет в мире мария и это буча ирпени гастомель они на самом деле я пешком ходил из бучи в ирпени в гастомель они все рядышком и там ведутся боевые действия как обычно в моем видео я стараюсь чем-то вам помочь что-то вам сказать интересное ну либо хотя бы полезное сегодня будет полезное 2014 я уехал из донецка да я пожил в беларуси пожил в минске я точно знаю что когда ведутся боевые действия то все мирные люди превращаются в просто в сопутствующие потери хоть с одной хоть с другой стороны поэтому все что вам показывают по поводу того что вы сами себя бомбили все что вам показывали по поводу того что украинцы когда-то говорили что вы сами себя бомбили в донецке все что везде происходит в войну это просто сопутствующие потери когда люди хотят чего-то отвоевать у врага а пропаганда работает пропаганда вам рассказывает совершенно не то что происходит на самом деле. Всегда. Любой стране, любой стороне она будет приукрашивать, ну или, как в вашем случае, нагло врать. И я понимаю, чем это грозит, что будет и что в конечном итоге к чему это приведет. Поэтому прошу прощения, что я целых 10 дней не делал никакое видео, ничего. Я просто был немного занят. Сначала я был в ахере, потом я вывозил семью, потом я помогал всяким людям. И вот сейчас выдалась минутка, в которую я могу чего-то вам рассказать. Россияне, все, что вам рассказывают по телевизору, это не до конца правда. И главную правду от вас скрывают совсем в другом. Не в том, как бравурно идет операция или как она там буксует, а в том, что с вами будет потом. Потом с вами будет жопа. Вы еще этого не поняли, не почувствовали, а те люди, которые жили в Донецке 8 лет под такими полусанкциями, они вполне понимают и осознают, насколько все станет хуже и изменится. Поверьте мне, когда я через 6 лет попал в Донецк, я увидел просто тень города, того города, который был. Я понимаю, что многие из вас вообще не были в курсе, не могут сделать. И даже если поддерживают все это дело, они, возможно, просто, возможно, не в курсе того, что же на самом деле происходит. Так вот, происходит то, что в этом конфликте Украина уже выигрывает. Причем выигрывает в плане стратегических перспектив на будущее. А Россия проигрывает. Причем проигрывает именно в плане стратегических перспектив на будущее. Я небольшой аналитик боевых действий, но я вижу, что происходит вообще в мировом сообществе. И так уж получилось, что четко понимаю, что такое жить в непризнанных всем миром условиях. То есть у вас не будет карточек, у вас не будет очень многих каких-то вещей, не будет доступа к простейшим штукам. Вы будете питаться какими-то верзациями, и это будет продолжаться неизвестное количество времени. Если вы думаете, что я хочу вам сказать, что Украина будет в это время в шоколаде, не будет. Будет точно так же все плохо. Другое дело, что украинцы борются за то, чтобы быть в шоколаде. А вам я могу дать только один совет. Пока еще не подешевели квартиры, продавайте нахрен. И едьте куда-нибудь. Собственно, все, чего я хотел этим видео, это сказать вам две вещи. Первое, что роликов не будет довольно продолжительное время, может быть и никогда. И второе, дать вам совет. Пока не подешевели ваши квартиры в России, быстро продавайте их и уезжайте из России. Поверьте мне, через год, те, кто последовал этому совету, скажут мне спасибо. Те, кто осторожничал, ждал, когда будет всеобщая победа над мировым злом и все остальное, они будут прозябать и бояться высунуть нос и сказать какое-то слово. На фоне тех законов, которые приняли у вас уже сейчас, на фоне тех санкций, которые приняли к России все остальные, на фоне того колоссального ухода производителей из России, потом с вами будет жопа. На этом все. И вот вам маленькая нарезочка того, во что превратился тот городок, в котором я был. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok